Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Преступление и наказание сразу несколько уголовных дел попали на стол к следователям. Чисто там, где не мусорят. Еще один полигон с ТБО и строительным мусором обнаружили под Рязанью. Подлинники Дали и Пикассо. В художественном музее открылась выставка шедевра мастеров парижской школы. Ранее мы уже говорили про расследование уголовного дела о без малого таинственном убийстве на охоте. Приговор убийцы, однако, вынесен. И у нашего канала есть уникальные кадры из зала суда. Далее полное описание преступления. По версии обвинения, в двойном убийстве виновен мужчина, единственный оставшийся в живых из всей троицы. Напомнили и обстоятельства произошедшего. Как установило следствие, трое мужчин приехали в Клепиковский район для охоты. Для этого выбрали место именно в охоту годьях. Там разбили временный лагерь, установили палатки. Далее пришли к готовке. Стали разогревать еду, распивать спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений осужденный нанес двум мужчинам более 40 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. Подсудимый вину свою отрицает. Приговор же в законную силу не вступил и может быть обжалован. Другое, не менее резонансное преступление произошло чуть больше года назад. Тогда на потерпевшего напали толпой. Три человека специально заманили его в безлюдное место. Подробности уголовного дела в нашем следующем сюжете. Следователи рассказали, что в преступлении участвовали трое. Все из стран ближнего зарубежья. Иностранцы в районе станции Лесок заказали еду из кафе, а во время ожидания доставки устроили засаду на курьера. В роли оружия у них выступил черенок от топора, которым и нанесли смертельные удары пострадавшему. А затем забрали у него наручные часы и мобильный телефон. После этого поместили тело потерявшего сознания потерпевшего в его автомобиль, облили бензином и подожгли. Тело потерпевшего было обнаружено в тот же день. Преступление раскрыто по горячим следам. Начал обливать летнее водительское и флажерское отеление. Начал обливать самого бензина. Когда я уже забежал до этого места, услышал взрыв, такой громкий взрыв, услышал. Оглянулся назад, видел, как уже начинает гореть машина и просто уже начал бежать дальше. По словам задержанных, их главной целью было найти ключи от квартиры убитого, чтобы забрать оттуда деньги. Сучастников обвиняют сразу по трем статьям. Разбой, убийство и умышленное уничтожение имущества. Наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Анастасия Арн, телекомпания «Город». О мусорных полигонах в наших эфирах мы рассказываем регулярно. Обычно они стихийные, где один человек что-то выбросил, а потом непременно выбросит и следующий. Так, сначала небольшая кучка соберется, а там и до захламления недалеко. Но обычно полигоны эти ответственные лица быстро убирают. Однако даже здесь встречаются рецидивисты, которые за собственной территорией не следят. На этом полигоне ровно все то, что на землях сельскохозяйственного назначения быть не должно, говорят сотрудники Россельхознадзора. А именно стройматериалы, следы бетона и кирпича, плюс куски шифера. Проще перечислить, чего тут нет. И все это в Дубровичах. На землях сельхоз назначения. Собственник земельного участка неоднократно привлекался к административной ответственности. Выносились ему предостережения по факту контроля надзорных мероприятий. В результате чего он совершал все-таки некоторые действия по устранению загрязнения, то есть захламлению земельного участка. Однако через некоторое время захламление твердыми бытовыми отходами, строительными отходами опять же приобретал данный вид, который сейчас есть. Обнаружили эту свалку 4 года назад. Ее площадь порядка 7 тысяч квадратных метров, говорит инспектор. И добавляет, что за все это время она только разрастается. То есть ведомство пишет хозяину земель предостережения, а документ этот носит рекомендательный характер. Сейчас вопрос по этой свалке все еще открыт. Предостережение у хозяина с лихвой, говорит инспектор, но ВОЗ и ныне там. Был даже разработан проект рекультивации земель, то есть документ, в котором расписаны мероприятия по восстановлению плодородия почв после привезенного сюда мусора. Тем не менее, практически все эти 4 года свалка оставалась в своем первозданном виде. Груды строительного мусора на 7 тысячах квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения. Спонсор программы День города – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. С 6 июня в художественном музее имени Пожалуйста наработает передвижная выставка шедевра мастеров парижской школы. Экспонаты из частной коллекции, в которой представлены работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и других. Все эти звездные имена связывают Париж – столица искусства 20 века, объединившая несколько поколений художников, стремившихся к свободному поиску творческим экспериментам. Передвижная выставка предоставлена галереей современного искусства Башмаков галерей из Санкт-Петербурга. Марк Башмаков – профессор, доктор физико-математических наук, один из самых известных в России коллекционеров произведений искусства Парижской школы. С 2015 года в Эрмитаже на постоянной основе проводятся выставки экспонатов из его коллекции. В основном представлена графика печатная и, как правило, это так называемая книга художника. Отдельно весьма интересное явление, скажем так, это не альбом с иллюстрациями и не книга в привычном понимании этого слова. Это довольно-таки, скажем так, интересный проект, где работает не один мастер. Здесь и художник, и, собственно, человек, который переносит изображения, ну, типографский мастер, разумеется, и пассионарный деятель, который позволяет все это, так сказать, выжить в свет. На этой выставке представлено довольно-таки много известных имен и мало известных, но это не меняет того факта, что работы поистине удивительны. Печатная графика, отдельный вид искусства и весьма уважаемый. И наша галерея ставит одной из таких основных задач как раз-таки просвещение зрителя, поскольку не все знакомы с этим видом искусства и предполагают, как правило, что это либо просто какой-то постер, либо что это даже копия. Но все на этой выставке являются оригиналами и собственностью владельца галереи. Вот как раз-таки Павла Башмакова. Понятие парижская школа ввел в обиход критик Андре Варно. Она объединяет интернациональных художников в основном из Восточной Европы, работавших в Париже в 1900-1960 годах. Ни до, ни после в истории искусства не было такой мощной концентрации талантов из разных концов мира в одном городе на протяжении стольких лет. Такие выставки, они всегда помогают освежить зрительское восприятие, а прикоснуться к чему-то новому. Тому, что мы слышали, может быть, видели в интернете. Сейчас мы действительно все, я бы сказала, изуродованы интернет-видением. Именно общение с подлинником дает зрителю полноценную радость восприятия, то удовольствие, которое получаешь от зрения, зрение, от визуального такого контакта с произведением искусства. Но, конечно, нужно отметить, что зритель должен быть готов. Но элементарно, чтобы прочитать книжку, нужно хотя бы узнать грамоту. И также и восприятие искусства. Оно требует особой чуткости, особой подготовленности, приятие материала. То, что нам предлагает автор тот или иной, это его выражение мира, это его творчество, то, что он создает свой мир, который дарит нам. И, конечно, в зависимости от нашего уровня подготовленности мы сможем получить больше или меньше радости, удовольствия от общения с подлинным произведением искусства. Выставка разделена на шесть тем. Мой Париж, Россия-Франция, линия форма цвет, душа цирка, мир природы и великие книги человечества. В экспозиции 60 авторских произведений различных техник печатной графики. Литографии, ксилографии, афорта, пошуара, гелиогравюры. Все они являются оригиналами, некоторые из них существуют всего в нескольких экземплярах. Выставка печатной графики художников 20 века под таким названием будет открыта в Рязанском художественном музее с 6 июня по 18 августа 2024 года. Снова в Рязани икра и рыба Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» радуют жителей нашего города уже не первый год. И как только мобильная ярмарка приезжает, возле прилавка выстраивается очередь. Вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья, витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же употреблять рыбу и икру можно хоть каждый день. Диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае не противопоказание, ведь жиры в красной морской рыбе полезные. И показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты – рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа «Икрай и рыба Камчатская» удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Все понемножку. Приезжаю редко, я очень далеко живу. Поэтому приезжаю, понемножку возьму. Того-сего после пенсии. Тут выбор хороший. И свежий все. Да все знают и все приходят. Все хорошие. С жарких дней все больше. Врачи, как один, рекомендуют перейти на более легкое питание фрукты, овощи, рыба. И, конечно, морская рыба в приоритете. Кладезь минералов, витаминов и питательных веществ. Летом рыба просто незаменима. Здесь, на ярмарке «Икра и рыба Камчатская» можно выбрать морепродукты на любой вкус. Ассортимент более 35 видов рыбы удовлетворит самый взыскательный вкус. Нерка, тунец, омуль, палтус и белуга. И, конечно, изюминка мобильной ярмарки «Чивыча», которую вообще сложно найти в продаже. Белорыбица, которая тает во рту. И красная икра премиум класса «Зернышко к зернышку». Каждый привоз первый день. Беру. Икру беру. Только икру беру. По крайней мере, видим, что берем. В баночках возьмешь, не знаешь, что там. А здесь все видно. И любим, и нужно. Горячего и холодного копчения с ароматами, которые поражают воображение. Слабосоленое. Каждый, кто попробовал хоть раз, отмечает идеальное соотношение соли и специй к рыбе. Кстати, если сомневаетесь, попробовать можно прямо у прилавка. Продавцы любезно предоставляют любой продукт к дегустации. До 15 июня включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Лучшие морепродукты, которые можно приобрести в Рязани. Попробуйте и станете еще одним постоянным покупателем. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все производителя. С 10 по 15 июня. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова